Друзья, всем привет! Как видите, я все-таки решил повторить тему распаковки и обзоров, то есть, собственно, то, с чего когда-то и начинался мой канал. Это тем более символично, в свете небольшого юбилея. На канале перед самым Новым Годом набралось 100 тысяч подписчиков, за что я вам очень благодарен. Кто-то со мной с самого начала, таких, правда, немного, все-таки не каждый способен терпеть этот бред годами. Спасибо и новеньким и стариким. Отдельная благодарность тем, кто сначала ставит лайк, а потом смотрит ролик. Спасибо за комментарии и оценки. Все это помогает мне в развитии канала. Так, давайте приступим. Начну я, пожалуй, с самых мелких пакетов. Есть у меня мини цепная пила аккумуляторная. Обзор на нее не так давно я делал. Так вот, я решил не дождаться момента, когда она затупится и приготовиться к этому заранее. Для чего приобрел такой вот незатейливый набор абразива для заточки цепи. Все цепи разные. К моей подошла вот эта самая маленькая насадка. Также тут имеется шаблон для определения размера этих самых насадок, их диаметра. И вот такая нахреначка, которая, видимо, должна помочь контролировать угол при заточке. Она должна в таком виде накручиваться на гравер. Но я, честно говоря, попробовал, мне не понравилось. Не понял я юмора. Решил, что можно обойтись и без нее. Тем более, что без нее можно зафиксировать в любом патроне, дрели или шуруповерта. В следующем пакете лежал стриппер. Это инструмент для зачистки проводов. Бывают они различного вида. Сейчас на экране вы видите один из самых популярных в последнее время. Но мне такой вариант почему-то не нравится. Никогда в руках его не держал. Может он и действительно хороший. Но у меня прям какая-то антипатия к нему. Поэтому выбрал вот этот. Он максимально простой. Есть регулировка глубины съема и изоляции. Также имеется регулировка силы смыкания ножей. Для этого откручиваются два винта в торце. И вот эти прижимные губки двигаются в нужном направлении. Вот и все. Также имеется нож в рукоятке. И все недорого, но функционально. Инструмент прекрасно справляется как с тонкими проводами, так и с толстыми. Тут написано от трех сотых до десяти квадратов. Ну вот нашел самый тонкий, какой у меня был. И как видите, все отлично снимает. Все жилки целые, ни одного оторванного. Возьмем потолще. Без проблем. Ну и совсем толстый. У меня 6 квадратов толщи нету. Давайте попробуем. Без проблем. И с таким он справляется просто отлично. Следующее это юсб кабели, которых много не бывает, потому что это по сути расходный материал, которого вечно не хватает. Взял пару метровых, один двухметровый и еще один с магнитной фитюлькой. То есть вот эту штучку с кабеля вставляете на постоянной основе в телефон. И потом не надо метиться, просто примагничиваете кабель и все. Он, кстати, с подсветкой. Сейчас покажу. Такая вот веселенькая подсветка. Вставляем и все, пошла зарядка. Единственный косяк, не все телефоны воспринимают быструю зарядку. Мой телефон, по крайней мере, заряжается максимум стоком до 1 ампера. Больше не берет. Потому что он всего лишь двухжильный, для быстрой зарядки необходимо больше жил. Зато прекрасно тянет нагрузку. 2 ампера, 3, 3,5, 4, 4,5. Ну дальше не буду. Не хочу перегревать свой тестер. Такая же история и с этими кабелями. 3, 3,5, 4, 4,5, 4,7. Ну не буду больше. Причем независимо от длины. В общем, отличные шнурочки можно брать. Следующая посылочка это инкринометр или, проще говоря, угломер. Питается от двух обычных батарей типа 3А. Измерение можно производить в градусах, либо в процентах, что, если честно, мне не совсем понятно для чего это. Показания при желании можно зафиксировать или обнулить. На всех углах имеются неодимовые магниты, поэтому можно лепить к металлическим предметам. Изображение автоматически переворачивается. Работает практически без погрешности. В паспорте заявлено на две десятые. Примерно так и есть. И, кстати, если вас не устраивает точность, то можно сделать калибровку. Это в инструкции все подробно описано. Я это сделал первым делом. И надо сказать, что помогло. Следующую посылочку я вам покажу только, что называется, для ознакомления. В следующих роликах мы к ней вернемся для более тщательного изучения. Это радиоконструктор для самостоятельной сборки. Многие из вас прекрасно знают, что я питаю слабость к таким штучкам. Люблю посидеть, попаять очередную свистоперделку. Кабель, блютуз, модуль, пульт дистанционного управления, пара кричалок 4-хомных, 3-х ваттных. Есть корпус, отлично. Ну и немного рассыпухой электронных компонентов. Так вот, это будет блютуз-колонка. Потом вместе с вами соберем и послушаем. Кому интересно увидеть эту серию, жмите прямо сейчас колокольчик. Подписывайтесь, чтобы не пропустить. А я перехожу к следующей посылочке. Далее на очереди вот такая масленка. Брал я ее все для той же пилы. При активной работе она требует такое же активное смазывание. Так шина прослужит дольше. Да, но штука универсальна. Можно смазывать что угодно. Петли, замки, какие-то механизмы. В том числе и в труднодоступных местах благодаря вот этому тонкому носику. До этого я пользовался вот такой вот бутылочкой. Не знаю, уже на косметике опустела. Забрал себе. Очень удобная штука. Вот носик откручивается и, в общем-то, льете. Ну и сейчас перелью из пустого в порожнее и проверим, как это вообще работает. Этот сосуд значительно вместительнее. Да, единственный минус, что нету возможности как-то плавно подавать масло. По чему-то получается сразу мощным напором. В общем, для деликатной смазки она не годится. Уж больно мощный напор вырывается из нее, как я не старался. Так что далеко свою бутылочку прятать не буду. Она мне еще, похоже, пригодится. Надоело мне глотать пыль в гараже, когда пилю, одеваю простейшую строительную маску. Но толку от нее немного. Давно собирался себе взять что-нибудь более убедительное. И вот взял такую. И не просто маску, а еще и с очками. А это для меня также весьма актуально. Уже пару раз выковыривал стружку из глаз. Больше что-то как-то не хочется. Так вот, на странице товара не было указано, что она 3M. Об этом не было ни одного слова. Так что это был приятный сюрприз. Уж не знаю, насколько она оригинальна. Но сделано все очень добротно. Упаковка вроде, кстати, родная. И тут такая инструкция, я не знаю, от третьего формата, наверное, на всех языках мира, что я все-таки склоняюсь к тому, что это оригинальная 3M маска. Помимо основных угольных фильтров имеются еще и предфильтры. Эти и другие сменные. Эти меняются, конечно же, чаще. Угольные реже. Вкупе они работают очень эффективно и способны блокировать даже запах. Резинки тут регулируемые. Со всех сторон можно подтянуть, ослабить так, что подойдет на любую голову. Если у вас точно оригинальная 3M маска, скажите, чем она отличается. Мне самому интересно. Также, если знаете, где купить дешевле, тоже напишите. Я по-прежнему не изменяю своим традициям или теперь уже правилам. При покупке на Алиэкспресс все товары обязательно проверяю сервисом Алирадар. Потому что цены постоянно меняются. Очень часто на Алиэкспресс происходят различные акции, какие-то распродажи. За всеми сложно уследить. А с Алирадаром легко и просто. Для этого за 2 секунды устанавливаете приложение Алирадар. А затем на странице с понравившимся товаром жмете отправить. Находите свое приложение и через секунду получаете подробную информацию о товаре. Главное из которых это, конечно же, график движения цены. График изменения цены. Благодаря которому легко понять, насколько сейчас удобный или не очень момент для покупки. Если не очень, жмите колокольчик и Алирадар сообщит вам, когда цена снизится. Здесь же можно посмотреть реальные отзывы от реальных покупателей с фотографиями. Немного информации о самом продавце. Можно узнать его надежность. Еще можно попытаться найти вариант подешевле на вкладке с похожими товарами. И точно такой же инструментарий вы получите, установив приложение на стационарный ПК. Где также сможете посмотреть всю необходимую информацию о товаре, о его цене. Устанавливайте Алирадар и совершайте только выгодные покупки. Ссылочка будет в описании. Переходим к крупнику. По названию, наверное, уже догадались, что это лазерный уровень от компании Клобиона. Но не простое с довеском. К нему я еще вернусь. Давайте сначала взглянем на сам уровень. По заверению продавца, эта модель является профессиональной. Что в ней якобы установлен немецкий механизм. Но подтвердить или опровергнуть все факты я не могу. Поэтому пока давайте просто поверим. А позже проверим. Для многих уровней подобного рода комплектация стала уже некоторым стандартом. То есть помимо самого прибора, есть еще какой-то набор приспособлений и адаптеров. И даже пульт дистанционного управления, которым сегодня уже никого не удивишь. Был у меня как-то на обзоре уровень с зеленым лучом, но в синим корпусе. Здесь, слава богу, все логично. Корпус зеленый и луч тоже зеленый. Прибор способен построить четыре полноценные плоскости. Две вертикальные, две горизонтальные. А пультом можно управлять удаленно и включать нужную. Иногда это очень удобно, чтобы не бегать к прибору на объекте. Установили и забыли. В нужный момент включаете и работаете. Не нашел в паспорте информацию про радиус действия пульта. Но если я не буду доставать, то тут еще антенна выдвигается. Возможно, это как-то влияет на расстояние. Батарейка здесь 23А12В, но она уже идет в комплекте. Поэтому можете даже не заморачиваться. Работает от аккумулятора емкостью якобы 5000 мАч. Есть сомнения насчет этой цифры, но ладно. И в моей комплектации нет запасного. Пожалуй, прикуплю себе еще один для резерва. В кейсе, кстати, есть специальное углубление для запасных батарей. По комплектации сумка, слава богу, не тряпочная, а типа кожаная. Это хорошо. Имеется адаптер для крепления на стену при помощи неодимовых магнитов. На этом адаптере прибор можно передвигать по штанге ближе или дальше от стены. Можно быстро, можно медленно и точно. Также можно регулировать наклон на случай, если стена кривая. Можно вращать площадку с подвешенным прибором. И появился еще один барашек, чего не было в других адаптерах, который отклоняет прибор относительно оси адаптера влево и вправо. Если в вашем помещении нет на стене металлических предметов, тогда прикручивайте сначала вот эту пластину, ну а к ней уже лепите прибор. В этот раз производитель с оригинальной челла. Обычно здесь посадочное место 5 восьмых для штатива, но только не в этот раз. Три четверти. Три четверти, но это ничего страшного, потому что вместо переходника можно использовать вот эту треножку из комплекта. По паспорту точность прибора составляет плюс-минус 2 миллиметра на 10 метрах, но я проверил прибор своим традиционным способом, то есть на 7 метрах отложил две риски верхнего и нижнего луча, затем повернул прибор на 180 градусов и проверил отклонение. Между первыми и вторыми измерениями получается 14 метров. Так вот на этих 14 метрах у меня нижний луч показал нулевое отклонение, а верхний луч там буквально на полмиллиметра сдвиг. И я теперь начинаю верить, что в нем действительно установлена какая-то немецкая начинка. Получается, что это самый точный прибор из всех, что у меня когда-либо были. Ну а теперь о довеске. Дело в том, что по паспорту рабочая дистанция составляет 25 метров, но это справедливо только для помещений. А при работе на улице это расстояние значительно меньше, и причем неважно какой у вас луч, зеленый или красный, хотя зеленый, конечно, все-таки лучше видно, но тем не менее на улице 10 метров это предел в любом случае. А в солнечную погоду вы его не увидите даже с 5 метров. И вот для таких случаев давно придуман приемник, который позволяет увеличить расстояние аж до 60 метров. Приемник работает от батареи 9 вольт крона, и в комплект она не входит, поэтому позаботьтесь о приобретении заранее. Как это работает? Включаем прибор. Сам уровень надо перевести в режим работы с приемником. Для этого надо удерживать кнопку H. И визуально заметно, как луч стал уже и тускнее. Изменилась длина волны луча. Она составляет вообще у него от 505 до 550, кажется, нанометров. Все, теперь если приемник попадает в поле действия луча, то вы слышите и звук, и еще и видите, как загораются светодиоды. Вы понимаете, куда нужно перемещать прибор, вверх или вниз, чтобы луч сравнялся с риской. Я выключу противный писк, чтобы он мне не мешал. Подносим прибор. Лампочка снизу говорит, что надо прибор поднимать еще выше, чтобы линия оказалась по центру. И как только луч попадает в центр, у нас загорается средний зеленый светодиод. Вот эти индикаторы продублированы. Они есть и на боковой стороне, и еще и сзади. Это очень удобно. Плюс на самом приемнике имеется еще и пузырьковый уровень. Ну вообще. Ну и с прибором идет еще вот такой кронштейн, который позволяет закрепить приемник на какой-то палке-выручалке с линейкой. То есть вот так это будет примерно выглядеть. Ну я для примера взял кусок алюминия с рулеткой. Вообще по-хорошему нужно брать нормальный шест такой с линейкой специальной. В общем верхняя кромка вот этого кронштейна соответствует средней линии прибора. То есть когда вы поймали линию на центре, вы можете посмотреть в сантиметрах, в метрах чего тут сколько. Ну и можно прибор перемещать по этой линейке, по штанге вверх-вниз и откладывать какие-то там расстояния. Это очень удобно, когда вы проверяете, ну не знаю, какую-то плоскость, плиту, может быть залитый только что фундамент, пробежались там по углам, промерили перепады и либо обрадовались, либо с горя ушли в запой. Ну а теперь давайте проверим при дневном свете. Вон до тех гаражей 20 метров примерно. Сейчас замерим. 18 с половиной. Ну и пойдемте посмотрим, что там видно. Точнее там ничего не видно, поэтому попытаемся поймать луч с помощью приемника. Ну вот на 20 метрах я смог увидеть луч, который глазами абсолютно не видно. Вон там стоит уровень. Вот, а вон до тех гаражей 60 метров. Сейчас покажу. 64 метра до гаражей 64. Вот сейчас попробуем туда подойти с приемником. Короче, выловил вот на таком расстоянии. В общем, я чуть-чуть не дошел до этих гаражей. Тут, в общем, метров 50, наверное. Все, дальше он не хочет ловить, как я не старался. Ловил, 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 ловил. Не могу выловить. Ну что, отличный прибор. Мне прям понравился. 4 плоскости, очень точный. И вместе с приемником можно значительно расширить его радиус действия. Я вот чего думаю. Надо, наверное, приемник как-нибудь сюда запиндюрить. Как-нибудь будет время. Я вырежу здесь отверстие. Поставлю приемник. И можно вот этот кронштейн тоже куда-нибудь сюда присоседить. Если что, адаптер можно отсюда вообще выбросить. Нафиг он мне нужен? Своих шлангов хватает. И зарядок тоже. Так что все это будет вместе с уровнем лежать в одном месте. Ну и последняя посылка на сегодня. Точнее, не одна, а сразу две. На этот раз не из Китая, а из Германии. Парни, это мебельный кондуктор для присадки мебели. Для тех, кто хочет своими руками сделать себе мебель, эта штука просто незаменима. У меня в арсенале есть, похоже, суперкондуктор. Я вам сто раз показывал отличный агрегат. Но у этого варианта есть ряд существенных преимуществ. Впрочем, и минусов тоже. Сегодня я только вкратце скажу пару слов о боевых испытаниях и тестированиях будут в отдельном ролике. Автор и разработчик этого кондуктора живет в Германии. Зовут его Владимир Гернер. Он разрешил мне назвать его имя. И я думаю, что страна, или точнее теперь уже мир, должен знать своих героев. Передо мной стоит задача нехвалебных речей, чтобы понимали, а найти все возможные недостатки и недоработки. Может возникнуть какие-то просьбы и пожелания по конструкции. А вы, я надеюсь, мне поможете в этом своими комментариями. Спрашивайте, что вас интересует. Постараюсь ответить на ваши вопросы и передать ваши замечания автору. Потому что сей девайс еще находится на стадии разработки, допиливания. Будут, я уверен, вноситься какие-то изменения с учетом наших просьб и пожеланий. Но напоминаю, что более дотошно мы изучим этот агрегат в отдельном ролике. Нельзя не обратить внимание на упаковку. Шикарный кейс, в меру жесткий, отличный ложемент внутри. И где все разложено по полочкам. Все чинно и благородно. Многие из вас знают, как я падок на красивую обертку. Но нравится мне, когда набор ключей продается не в промасленной бумажке, а в дорогом футляре из какого-нибудь красного дерева с бархатом внутри. Это два абсолютно одинаковых набора, с той лишь разницей, что Володя мне, конечно, насыпал побольше ограничителей глубины сверления, чем это положено по стандартной комплектации. С помощью этого кондуктора вы сможете делать идеально точные отверстия под эксцентриковые стяжки, под шканты диаметром 8 мм. Делать отверстия как на плоскости, так и в торце. Можно фрезеровать отверстия под мебельные петли. Этого мне, кстати, очень не хватало. Все это можно быстро настроить, перенастроить под разные задачи. В рабочее состояние кондуктор приводится за 2 секунды с помощью двух винтов, которые фиксируют вот этот быстрозажимной механизм. То есть никаких барашков теперь. Все это крепится за секунду или даже за долю секунды очень надежно, никуда ничего не сдвигается. Да, тем более, что это все настраивается потуже, послабже. Ну и все, в наборе есть две вот такие пластины. Я так думаю, что разработчик будет еще делать какие-то другие пластины на разные вкусы цвет, что называется. Сейчас у нас вариант с тремя рядами отверстий по 8 мм, по 5 мм и также чередование 8-5-8. Вставлять можно в кондуктор хоть так, хоть сяк. Под ваши задачи как удобнее, так и делайте. Сама эта пластина фиксируется вот этими тремя барашками. Зажали, все очень надежно. Сверлить, как я сказал, можно на плоскости, а можно в торце. И с учетом того, что материал может быть не только разной толщины, но и нестандартной толщины, ввиду того, что разные влажности, неправильные варианты хранения. Где-то в гараже у вас чуть потолще, чуть потоньше получился материал. И, соответственно, все это исправляется добором вот таких вот проставочных пластин. Сейчас расстояние до центра этих отверстий с одной стороны 7 мм, снизу 9 мм. При желании можно переставить, либо изменить расстояние до центра плиты с помощью проставочных пластин. Тут в комплекте 0,5 мм, 2 мм и 3 мм. Что удивительно, нет миллиметровой пластинки, о чем я уже автору сообщил, что без нее вообще никак. Потому что, ну, всякие случаи бывают, миллиметровая точно нужна. Под описание этого кондукта подходят два слова, быстрота и точность. Чтобы перенастроить, ослабили эти три барашка, переместили на нужное расстояние эту пластинку. Здесь очень тонкие риски, четкая шкала, по которой можно довольно точно выставить вам эту самую пластинку. Ограничением является только ваше зрение. Если со зрением все хорошо, то выставить можно очень точно, вплоть до десятых долей, наверное, миллиметра. Также очень быстро меняется одна пластина на другую, под другие задачи. В комплекте с кондуктором имеется набор из пяти сверл. Тут самые ходовые размеры. Тройка, пятерка, шестерка, восьмерка и десятка. Хвостовики типа ХСС для зажимов в фастфиксе, ну либо можно в обычном патроне шуруповерта или дрели. Качество также на высоте, это хорошо. Плюс имеется три торцовых ключа различного размера, чтобы могли все тут крутить, вертеть. Если надо профилизировать отверстие под мебельные петли, нет проблем. Вставляете вот этот адаптер из набора. Все четко входит, без всяких люфтов. Все подогнано идеально. Тут подшипники стоят. Ну, в общем, любо-дорого посмотреть. Да, кстати, вы также можете докупить отдельно все необходимые фрезы сверла Форстнера на 35 мм, на 20 мм, на 15, на 10, на 8. В качестве самих фрез также можно не сомневаться, все сделано на высшем уровне. И они имеют ту же фирменную гравировку ДНГ. Сегодня у меня, извините, только восторженные слюни, ну потому что выглядит все это на миллион. Не хватает как раз только красного бархата. Но на деле мы потом с вами все это вместе проверим, посверлим, покрутим, повертим. А пока ограничусь только вот такой вот ознакомительной информацией. И это все на сегодня. Надеюсь, что вы что-то увидели полезное для себя. Тогда ищите ссылочки под этим роликом в описании. Подписывайтесь, жмите колокольчик. Всем добра, удачи. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok